Итак, мы продолжаем изучать трактат Авод, Перте-Авод. Перте это как главы Авод, да, поучение отцов переводят название. И как мы видим, любой перевод, он не передает сути, да, потому что даже слова поучение там нету. Перте это не поучение, Перте это, перек, это как части, главки такие, да. Мы находимся в четвертой сейчас главе, в первой главе, в четвертой Мишне. Значит, это передается Тора из поколения в поколение. Первая Мишна была Моши, получил нагресенное от Бога, передал и так далее. И дальше идут в каждом поколении, начиная от людей Великого Собрания. Следующее поколение было Шимон Ацадик, Шимон Праведник. Идут самое их такое выражение, главы поколения, которое, ну, как я уже вчера говорил, что есть мнение, что это то, что он хотел себе исправить. И он об этом постоянно говорил, чтобы себе напоминать. И, ну, поэтому это так людям запомнилось, да. Теперь, значит, начиная с этой Мишны, четвертой, руководство Великим Народом разделилось на две части. То есть, до этого был всегда один человек стоял во главе, и он был главным, конечным вот этим звеном передачи Торы. Он всегда, вся Тора была у него в голове. И он решал, что Тора, что не Тора, как правильно. Теперь, начиная с четвертой Мишны, с этого поколения, Тора разделилась как бы на два мнения. На два мнения. Эта Мишна, ее сказали, От кого получили? В предыдущем поколении был Антигнас, Иш-Сухо. Так вот, в этом ответ получили от них, от предыдущих поколений. То есть, они получили, до этого все шло из поколения в поколение, четко передавалось, и они вот эта пара, уже пара мудрецов, во главе народа, они получили от них. Значит, Йоси бен Йоэзер, Иш-Среда, он был, значит, на Си. В первой паре он был на Си. То есть, это был глава власти, как царь. Йоси бен Йоханан, Иш-Руш-Алаем, он был глава Санедрина, глава Равинского суда. То есть, это уже разделилась власть, как глава парламента, например, и царь. Значит, получили от них, от предыдущих поколений. Значит, Йоси бен Йоэзер, Омер. Йоси бен Йоэзер говорил, «Ей бейтеха бейтваат ля хахами». Пусть будет твой дом домом собрания для мудрецов. Первый давал он такой совет, что собирая у себя мудрецов. Бейтваат ля хахами. Как к ним надо относиться, что надо делать, когда они у тебя соберутся? Пылись в прахе их ног. То есть, когда они к тебе пришли, не сиди на... Ну, типа, пришли мудрецы, давай, что там... Нет, то есть, отношения, если они мудрецы, то нужно пылиться в прахе их ног. Садитесь, пожалуйста, в чаек, кофеек, там и так далее. То же самое. Можно как... То есть, как вести себя скромно, а как коммуницировать с ними, слушать. Потому что, если кажется человеку, «О, мудрецы пришли, ну, сейчас я вам все расскажу, что я знаю». Типа, я читал такие, да, такие. И человек начинает... В этом случае он ничего от мудрецов не получит. Потому что то, что выплевывает, не глотает. И чашка, которая наполнена на краев, в нее не нальешь ничего нового. То есть, только в пустую чашку можно налить. И он говорит, когда ты соберешь мудрецов, значит, включается закон, с тем поведешься, от того и наберешься. И от мудрецов, естественно, ты можешь набраться мудрости. У меня недавно была ситуация. Я, значит, был в Москве, и мне вручили звание «Почетный профессор». И там такие все профессора, там люди такие, знаешь. Для них самое главное знание, учеба там. А потом я заехал к своему одному знакомому. Ну, мне нужно было к нему заехать. А он занимается такой рыночной торговлей. Торговля на рынке прямо. И, значит, у него собрались вот эти вот рыночные торговцы. Да, прям реально люди, которые занимаются только торговлей. Но у них специфический мир такой, да, торговый мир. Те еще кавказские, знаешь, это за... И я, конечно, вот на этом контрасте я понял то, что мы говорим всегда, когда садимся в бэтмидраши изучать гмору. Там есть, вначале есть молитва. Спасибо, что я сижу в бэтмидраши в доме учения, а не сижу на рынке. Прямо конкретно я увидел разницу между рынок, их разговор, их жизнь, их там, ну, вообще манеры, все это. И я хотел сказать несколько слов из того, что я слышал от профессоров там. Неинтересно, вообще неинтересно. Давай мы тебе лучше анекдот расскажем сейчас вообще. Что там нам, о чем? Вот ты, а ты что ж, еще знания какие-то продаешь. Ну, кто за них платит? Ну, кто тебя слушает? Да, они говорят, как? Мы тебе сейчас сами все расскажем, мы все знаем. Это как бы, и мы вот с утра говорим, спасибо, что дал мне в дел в доме учения, а не дал мне в дел на рынке, прям конкретно, потому что это разная жизнь. И вот, значит, хотя были, опять же, были у нас мудрецы, которые шли на рынок, и есть это не общее правило, есть на рынке люди, которые учатся, и есть в Бэтмидраше люди, которые на рынке. Они могут физически быть в Бэтмидраше, а ментально на рынке, да. Теперь Йосипа Ньюэзер Ишцреда, он нам говорил такую вещь интересную, что есть связь этой мишны, я когда-то увидел, с мишной Шимона Атсадика. Значит, Шимон Атсадик, он говорил, что на трех вещах стоит мир, на трех основах стоит мир. На каких? На Торе, на служении, и на чем? И на добрых делах. Теперь его ученик, Антигна Шишсухово, объяснил нам, что такое вуда, что такое служение. Не служите, как рабы, ожидающие награду, а служите, как рабы, которые не ожидают награду. То есть он нам объяснил одну из трех вещей, служение Богу, как надо служить Богу. Йосипен Йосип нам объяснил, какую вещь Тору, как надо получать Тору, как относиться к Торе. А следующий Йосип Бен Йоханан и Шерушалаем, он сказал, что пусть будет твой дом, домом просто собрания для всех, минутка садим, как делать минутка садим. То есть они втроем объяснили вот эти три основы, которые были. После Шимона Атсадика следующие три мишны объясняют то, что он сказал. Интересно тоже, да? Теперь, значит, давайте глубже войдем. Значит, Йосип Бен Йозер сказал, пусть будет твой дом, домом собрания мудрецов. Значит, говорят уже мудрецы наших последних поколений, что если ты изучаешь Вавилонский Талмуд, то ты тоже общаешься с мудрецами. Если ты изучаешь книгу Рава Деслера, ты общаешься с Равом Деслером. Если ты изучаешь книгу Рава Зильвера, Зихроноса Тихвераха, ты общаешься с Равом Зильвером. То есть выполнить совет этой мишны в наше время можно, заполнив свой дом не обязательно мудрецами, а заполнив его также и книгами. И когда ты общаешься с книгой, мудрой книгой, то эта мудрость переходит к тебе. Теперь Ава Митабек Бафар Араглеем. Пылись в прахе их ног. Раньше сидели во времена, вот, Мишна еще когда была, во времена храма, и позже, когда уже передача Тора была, да, сидел самый большой мудрец, он сидел на стуле, на возвышении, а мудрецы пониже сидели на ковре на полу. До сих пор так еминские евреи сидят, на персидские вот эти вот. Они сидят на коврах таких, да, то есть пылись в прахе их ног. Только самый знатный, самый, самый уважаемый человек сидел на возвышении. Они сидели внизу. Потом была такая штука, были скамейки для мудрецов. Вообще попасть в данное время, вот мы сейчас учим Тору, да, и, ну, давайте, поучите, ребята, вот портал Ваикра, только поучите, пожалуйста, там, придите, есть программа Старс, например, для великих студентов, и платят деньги за то, что они учат Тору. А во времена, когда жили вот эти все мудрецы, чтобы попасть и изучать Тору, нужно было пройти жесточайший отбор под твоим качеством. То есть обучали только людей с позитивными человеческими качествами. И нужно было еще платить деньги за это, чтобы обучаться. И то не всех пускали. И даже если это был такой мудрый человек, знаете, есть известная история, Елель. Елель, и он замерз на окне, его не пустили, у него не было денег зайти в дом учения. Он потом на Си стал, это был один из величайших мудрецов. И мы видим, что даже такого мудреца, его не пускали учиться, пока ты не заплатишь. И мы видим, что как он хотел учиться, он на окно пробрался и чуть не замерз. И именно благодаря тому, что он так хотел учиться, он потом стал главой народа Израиля самым великим мудрецом. То есть вот это вот внутреннее побуждение учиться, оно было настолько у него сильным. Так, есть известная история, как был Робан Гамлиэль, он будет позже нам встретиться, Робан Гамлиэль, он был на Си, глава Ивеликского народа, он был очень строгий. И он говорит, значит так, в бэтмидраж зайдет только тот, у кого тохоти барон, у кого внутри как снаружи. То есть двуличных не пускаем. Мы Тору передаем. Тора это инструмент понимания мира и управления миром. То есть если ты понимаешь, как оно все работает, и у тебя в голове есть Тора, то ты вообще можешь рулить. Особенно в то время, когда... Это сейчас уже многие знания, они просочились в интеллектуальные знания людей. И практически многие вещи люди говорят, так это понятно, так и надо жить. Это именно потому, что Тора, она пришла в мир. А в то время были люди, и дала поклонники, ну они просто звери были. Там всех порубать, руки оторвать, человеческие жертвоприношения. Там, то есть было вообще такой дитимир. И, значит, Рабан Гавлиэль, он был глава тогда еврейского народа, и он говорит, в бэтмидраж будем пускать только тех, у кого тохоти барон, у кого внутри как снаружи. То есть двуличных не пускаем. И не пускали. Теперь, потом его сняли. Он был очень строгий. Его сняли с поста Анаси за его излишнюю строгость. И назначили Раби Элязар Беназария, который был 18-летним. И за ночь, у которого выросли белые полосы. То есть он говорит, я же не могу управлять мудрецами, мне 18 лет. И он за ночь посидел. То есть насколько сила мысли управляет реальностью, если уметь управлять силой мысли. И, значит, Раби Элязара Беназария, и он приказал открыть ворота бэтмидраша. И за один день добавилось 400 скамеек. То есть на каждой скамейте, пускай, сидела там по 10 человек. Ну, по 5, по 2. Но все равно 800 человек добавилось. 400 скамей учеников добавилось. И, значит, Рабан Гамлиэль, он расстроился. Он очень расстроился, потому что он подумал, что сколько же я Торы не пускал в Израиль. Да, ну, получается, что если... Теперь, а как, почему, на каком основании он, Раби Элязар, Беназария, открыл двери бэтмидраша, знаете? Он сказал, я абсолютно согласен с Рабан Гамлиэлем, что Тору можно, может, изучать только человеку, которого внутри как снаружи, с позитивными качествами. Деракеретс кадмали Тора. Деракеретс – это культура, она перед Торой. То есть она, надо вначале быть человеком. Иерат Шамаем перед Торой, да, трепет перед небесами, но перед Торой. Если у тебя нет трепета перед небесами, то эти знания, они просто чисто, ну, формальность какая-то, да, то есть должен быть страх перед Богом, любовь к Богу. Теперь, так а как же он открыл двери для людей недостойных? Он говорит, нет, я только считаю, что должны Тору учить только люди достойные. Но у Рабан Гамлиэля была презумпция виновности. Он говорит, чтобы я тебя пустил, ты должен доказать, что у тебя внутренняя когния, что ты не двуличный и так далее. То есть должно быть доказательство, что ты человек на высочайшем уровне. Раби Лазарба Назарева, он говорит, я всех пускаю. То есть презумпция невиновности. Я по умолчанию считаю, что все хорошие, но если человек доказал каким-то своим поступком, что у него плохие качества, значит, мы его уберем. То есть в принципе закон сохранился, изменился подход к закону или презумпция виновности нужно было вначале пройти там жесточайший отбор и доказать. А он говорит, нет, хочешь учиться, заходи, но если ты что-то не то сделаешь, мы тебя вытянем. Понятно, да, идея? Еще раз, Йосипа Назарев сказал нам, пусть будет твой дом домом собрания для мудрецов. То есть если ты можешь собрать у себя мудрецов, то у тебя есть возможности, деньги собирай. Если нет, то собирай книжки, сиди, читай книжки, тоже как ты свой дом собранием сделал мудрецов. Но общайся, главное, с мудрецами, потому что с кем поведешься, того и наберешься. Второй он сказал, Пыль из прахи их ног, будь скромный, поставь себя ниже их, потому что в этом случае у тебя есть возможность от них что-то получить. Вода стекает вниз, как Тора. То есть они будут хотеть тебе что-то объяснять, что-то дать. А если ты сам говоришь, то нет. Если ты думаешь, что ты знаешь, то ты ничего не впитаешь. То есть очень важно включать вот этот интерес, чтобы было интересно, чтобы было... А вот где же там глубина? Там же есть обязательно еще второй уровень, второй слой. То есть когда ты слушаешь любого человека с интересом, это у нас есть дальше, Мишна, царь Давид говорил, Миколь, Миламдай, Искалки. От каждого, кто меня поучал, я чему-то научился. От каждого. Почему? Ти эдутеха сихали. Потому что свидетельство твое, Бога, оно говорило мне. Не он мне говорит. Если человек в Бэтмедраше хочет мне что-то сказать по Торе, то это значит, не он вообще мне говорит, это Бог говорит. Это эдутеха. Твое свидетельство мне говорило. Через него, потому что все же в мире делается через Бога. Но когда в Бэтмедраше люди, они свое намерение направляют на изучение Торы и на выполнение заповедей, то они с Богом вообще входят в резонанс. И ты, если ты это понимаешь, то у тебя вах и открывается вообще глубина. А если от мудреца, так вообще такая глубина открывается, что вообще не реально передать. Есть еще последнее объяснение. «Пылись в прахе их ног», слово «Мит-абек», «Авак» — это пыль. И называется «Борьба», например, римская гречка, ну, это, знаете, «Борьба». «Маавак» тоже называется. Так литовский комментарий, это сказал Равхамий Воложин. Он говорит, когда написано «Авамит-абек», когда написано «Пылись в прахе», как переводят, он говорит, нет, это не «Пылись», это «Борись в прахе их ног». Ему говорят, теперь разница литовский подход к изучению Торы, в мир иешив. Они ничего, у них самое главное — задать хороший вопрос. «Борись» — это значит, не принимай ничего на веру. То есть даже он тебе, даже он мудрец, даже он тебе говорит так-то, так-то. Если у тебя есть, подумай, вот, может, тут что-то не сходится, и задай какой-нибудь такой каверзный вопрос, и не стесняйся задать этот вопрос. «Борись в прахе их ног», то есть ты уважай, но скажи, Леонид Дайте, это у меня сын учится в ешиве, в такой литовской-литовской. И он изучил, там есть трактат Хадига, он изучил трактат Хадига, и потом изучил книгу одного раввина американского, который рос и шива в Балтиморе, на трактат Хадига. И он говорит, что-то тут не сходится. И он написал ему письмо в Балтимор, написал письмо на там, ну, целый разбор, там, письмо, и написал ему несколько вопросов таких, да, и послал ему это письмо. И этот раввин ему ответил, написал письмо. Он говорит, вижу, я из твоего письма, и он первым делом коснулся не на вопросы, а говорит, что книгу мою, он говорит, ну, до этого, дали на нее Амладцот, там, Романим Великей Раввины, да, и они вначале, они книгу похвалили, а потом задали там, ну, какие-то вопросы, да, хотя у них и не было вопросов. А ты еще не подписал, а у меня он не подписал, забыл подписаться, волновался, там, это, не подписал. И вы, типа, ну, вижу, что вы молодой человек, скорее всего, вы не женаты по вашему этому. Ну, то есть он его так очень культурно, знаешь, поставил, что, ну, что первым делом должно быть уважение. Первым делом начинают с похвалы. Потом это самое. Потом он ответил на пару его вопросов, ну, он потом мой сын послал второе письмо, извинился, сказал, что это самое. Ну, это как раз вот этот вот литовский подход. Борись в прахе их ног. То есть ты, они мудрецы, да, но если у тебя есть вопрос, ты не можешь его не задать, ты должен его задать. И это вот как раз Равхами Воложин объясняет так, слова не пылись, а борись в прахе их ног. Интересно, да, как разные подходы. Хорошо, какой мы делаем вывод? Мы с интересом изучили Мишну, значит, будем дальше с интересом изучать Тору, правильно? С Божьей помощью. И, значит, будем собирать мудрецов. Вот у меня с собой, например, есть книжечка Равшалом Аруш. Всем рекомендую. Прекращай ныть. Есть такая книжка, прекращай ныть. Все. У меня Равшалом Аруш, да продлятся добрые дни его, лежит в кармане. Не он, конечно, а книжечка. Когда я эту книжку читаю, то я сразу с ним и общаюсь. Все. Каждый может делать то же самое. Удачи и успехов. Все.